Я расскажу о функциональности подписки Arges Online для организаций и основных преимуществах работы с ней. Геоинформационные системы, ну как в принципе любые информационные системы, постепенно уходят от принципа, когда это сложный и труднодоступный инструментарий, работать с которым может только настоящий геоспециалист. Постепенно мы стараемся интегрировать данные и информацию из различных источников, чтобы они были доступны абсолютно всем вашей организацией, не только геоспециалистам. Это позволит снять барьеры для работы над едиными проектами, между различными сотрудниками, между различными отделами и областями специализации. И таким образом геоспециалист становится единой средой, которая позволяет принимать решения достаточно эффективно. Согласно этой концепции была создана облачная система Arges Online, которая является своеобразной геоинформационной системой для всех. Она обладает всеми функциями стандартный GIS, то есть это картографирование, естественно. Но и помимо этого позволяет обмениваться данными, уже содержит в себе какие-то данные, которые вы можете использовать в своей работе. Позволяет управлять ресурсами и это все происходит в облаке. То есть не нужно заботиться о установке какого-то конкретного программного обеспечения, о настройке аппаратного обеспечения. То есть все, что нужно, уже есть в облаке. Для доступа к этому нужен только компьютер, веб-браузер и доступ в интернет. С Arges Online могут работать не только GIS-специалисты вашей организации. То есть, естественно, они тоже будут работать с ней, чтобы выкладывать туда результаты своего сложного пространственного анализа. Также с этой системой могут работать ваши полевые сотрудники, которые собирают данные и передают их дальше для камеральной обработки. Руководители также получают доступ ко всей информации, которая собирается в вашей организации и принимают какие-то решения на этой основе. Какие-то данные могут быть открытыми абсолютно для всех. Например, если вы какое-то муниципальное образование и хотите какие-то карты показать жителям своего региона, вы можете с помощью Arges Online делать их общедоступными интерактивными картами на вашем сайте. Основным преимуществом Arges Online является то, что эти карты, эти данные могут быть доступны на любом устройстве. Был бы выход в интернет и они могут работать с любой информацией. То есть, нет такой проблемы, как сложность перехода с форматами, понимание того, что происходит, какой-то сложный рабочий процесс. Ничего этого усложнять не нужно. Arges Online доступен абсолютно всем. И вы можете использовать пространственную информацию в своей работе, даже если вы не являетесь ГИС-специалистом. В этой новой системе Arges Online, скажем так, единым источником информации, который интегрирует все остальные типы данных, является веб-карта. Веб-карты совмещают различную информацию. Это могут быть различные веб-сервисы, картографические веб-сервисы или какие-то еще. Причем не обязательно это должны быть сервисы Arges, это могут быть сервисы стандарта ОГЦ, например, веб-мэп-сервис или веб-мэп-тайл-сервис. Также можно добавить на веб-карту информацию непосредственно из базы данных, различные спутниковые изображения, данные сенсорных сетей, табличную информацию, большие массивы данных. Данные социальных сетей, что, наверное, сейчас является наиболее актуальным и наиболее точным источником информации, особенно если это какое-то чрезвычайное событие. Веб-карта позволяет совместить всю эту информацию воедино и сделать ее доступной тому кругу людей, которым вы, собственно, дадите доступ. Как же, собственно, использовать Arges Online? Что это такое? Ну, во-первых, Arges Online это данные, то есть мы предоставляем вам не только инструмент, с которым вы можете работать и куда будете добавлять вашу информацию, но и уже готовые данные, которые значительно сэкономят ваше время и добавят больше сведений к вашей информации. Во-вторых, ну, непосредственно инструментарий для работы с этими данными, как с картой. В-третьих, это настройки доступа к информации. Вам не нужно быть системным администратором или каким-то разработчиком для того, чтобы настроить доступ к вашим данным. Все это уже есть в виде готовых инструментов Arges Online. Ну и также есть различные приложения, веб-приложения или надстройки к настольным приложениям. Мы поговорим об этом несколько позже. В целом можно разграничить использование Arges Online для, назовем его, обычный пользователь и разработчик. Если говорить о простом пользователе, который плохо понимает, что такое GIS, но хотел бы, тем не менее, использовать картографический анализ в своей работе. Для таких людей есть готовое веб-приложение Arges.com. Это не просто картографический вьюер, как принято полагать. Это готовый веб-интерфейс, в котором, естественно, можно посмотреть какие-то карты, но помимо этого, там доступна широкая геоинформационная функциональность. Большое количество инструментов, большое количество функций, которые позволяют полноценно работать с вашими данными. Кроме того, обычным пользователям Arges Online доступны различные приложения, шаблоны приложений, готовые приложения, например, для сбора данных или мониторинга того, как этот сбор данных происходит. Различные надстройки, например, надстройки к всеми используемым, наверное, Microsoft Office. И в-третьих, есть шаблоны приложений, которые вы можете использовать в своей работе, если вы не являетесь веб-разработчиком, но, тем не менее, должны создать какое-то приложение с готовой функциональностью. Если же вы являетесь разработчиком, Arges Online можно использовать непосредственно как облако для размещения ваших ресурсов и для настройки доступа к ним. То есть, в данном случае, Arges Online, ну, в каком-то смысле, выступает аналогом сервера для размещения ресурсов. Естественно, все данные будут интегрированы с WPOP для разработки, JavaScript, Flex, Silverlight. Ну, и чем эти приложения будут отличаться от готовых шаблонов? Тем, что функциональность в каждом конкретном случае для каждого конкретного пользователя настраивается, собственно, разработчиком. Давайте пройдем по всем опциям, которые предлагает Arges Online своим пользователям. Ну, наверное, самое замечательное и самое массивное, что есть в Arges Online, это данные. То есть, не нужно думать, что это только инструментарий, а данные вы должны добавить самостоятельно. Esri, как разработчик, естественно, заботится о своих клиентах и огромную массивную информацию добавляет для работы вас и ваших коллег. Все данные, которые доступны пользователям Arges Online, в принципе, можно поделить на 6 категорий, и давайте посмотрим, что же доступно в каждой из них. Ну, во-первых, Esri создает целую серию базовых карт, которые являются, скажем так, картами мирового охвата, с примерно одинаковым уровнем точности и детальности, естественно, достаточно высоким, то есть в городах и освоенных территориях с точностью до дома. Эта базовая карта представляет собой единое сшитое покрытие, то есть не нужно думать о том, как совместить, например, несколько различных листов. И вы можете использовать эти базовые карты как подложки для нанесения тематической информации. Это, на самом деле, здорово экономит время и силы, поскольку подложку вам не нужно готовить, вы уже, собственно, используете готовую информацию. Для подготовки базовых карт Esri используют различные источники информации, коммерческие, государственные. В частности, если говорить о базовых картах на территорию России, используются, например, высокоточные данные NAVTEC, которые действительно позволяют сделать высокодетальное покрытие на большую часть территории России. Следующий большой блок информации – это данные, которые в данном случае названы статистика. Это демографические и социально-экономические показатели на многие страны мира. Если говорить о России, то в данном случае Esri закупает информацию у немецкого поставщика статистических данных Michael Byers, которые, в свою очередь, предоставляют данные на территории России по основным демографическим показателям, таким как численность населения, полувзрастной состав населения, средний размер и число домохозяйств, занятость населения. И если говорить об экономических показателях, то это покупательская способность. Детальность этой информации в среднем составляет муниципальное образование. То есть вплоть до муниципальных образований эту информацию вы можете взять и использовать в своей работе. То есть вам не нужно обращаться к каким-то дополнительным источникам, например, Ростат, думать о том, как совместить этот формат с форматом Argus Online, что сделать с той таблицей, которую вы скачали к себе на компьютер, как отобразить ее в виде карты и так далее, и так далее. От всех этих проблем вы можете уйти, если просто воспользуетесь готовыми инструментами, готовыми данными, которые в Argus Online уже содержатся. Следующий блок, он помечен звездочкой, поскольку эти данные пока доступны только на территорию США и Канады. Это данные по ландшафтам, опять же, с высокой детальностью, с высокой точностью. Есть информация о различных ландшафтах для проведения физико-географического анализа. На нашу территорию пока нет. Есть некоторые данные мирового охвата, например, данные по почвам и по растительности, но они пока не настолько детальны, чтобы это было бы интересно для наших пользователей. Следующий блок данных – это данные, которые позволяют выполнять операции геокодирования. Что такое геокодирование? Когда вы вводите адрес, вы, тем не менее, получаете на карте какую-то конкретную точку с какими-то конкретными координатами. То есть процесс сопоставления строкового адреса, текста и реальных координат реальной точки на карте называется геокодированием. Для того, чтобы этот процесс можно было выполнить, необходим набор базовых данных, в котором уже каждому адресу сопоставлена какая-то точка с координатами. В данном случае для геокодирования Wargis Online используется сервис, который так и называется World GeoCode Service. Разработчики могут использовать его в своих приложениях. Он позволяет выполнять поиск адресов разовый по одному адресу или пакетный, когда вы несколько адресов одновременно можете добавлять в систему. Ну и, соответственно, для разработчиков также доступен сервис обратного геокодирования. Опять же, если говорить о данных на территорию России, в том числе и данные Naftech здесь используются для поиска адресов на территории нашей страны. В целом геокодер постоянно развивается, постоянно дорабатывается, и многие наши пользователи часто говорят о заметных улучшениях практически с каждым новым выходом Wargis Online, поэтому действительно призываем пользоваться хорошим сервисом геокодирования. Еще один блок данных, который доступен всем пользователям Wargis Online, это данные сетевого анализа. Что это значит? Например, с помощью Wargis Online или в своих приложениях вы можете решать различные сетевые задачи. Самый простой вариант – это построение маршрута от точки к точке или по нескольким точкам. Для этого необходимо знать информацию о дорожной сети или должен быть граф дорог. Вот такой сервис с графом дорог зашит в Wargis Online и используется для решения различных задач. Помимо построения маршрутов, простых и оптимизированных, вы также можете, например, искать ближайший объект с учетом дорожной сети, строить зоны обслуживания по времени или по расстоянию. Также можно строить различные оптимизированные маршруты для автопарка из нескольких транспортных средств. То есть это готовые инструменты и готовые данные, которые вы можете использовать в своей работе. Вам не нужно думать о том, где взять этот дорожный граф, как его построить, совместим ли он с Аргиз и так далее. Это данные готовые и ими можно пользоваться. Помимо данных о графе дорог, также есть информация о трафике историческом, то есть средняя скорость движения на каждом участке дорожной сети по дням недели и по времени с интервалом в 15 минут. И также о реальном трафике информация есть, ее также можно использовать. Если говорить о территории России, опять же, в большинстве своем используются данные нафтек. Ну, нафтек и эзри это стратегические партнеры, поэтому, естественно, эти данные будут по максимуму использоваться во многих приложениях и во многих сервисах. И последний блок, на самом деле, один из самых замечательных, это различные изображения, которые доступны пользователям Аргиз. Чем он так хорош? Во-первых, эзри, как разработчик, закупает огромные массивы спутниковой съемки, которые добавляет в свои сервисы и делает их доступными для всех. Если говорить о, наверное, самом популярном сервисе World Imagery, он представляет собой единую мозаику на весь мир, совершенно с разных спутниковых систем, для разных масштабов, соответственно. В течение прошлого года эзри заключила контракт с Digital Globe на покупку миллионов квадратных километров спутниковой съемки субметрового разрешения. И эти снимки теперь будут встраиваться вот в эту мозаику World Imagery, которую вы можете использовать в своей работе. Ну, скажем так, на экономически развитой территории снимки будут действительно высокого и очень высокого качества. Помимо вот этой единой спутниковой мозаики, есть так называемые сервисы изображений или имидж-сервис, которые содержат данные, например, спутниковой съемки Landsat различных поколений этих спутников. Также они представлены в виде единой мозаики на территории всего мира, то есть, опять же, вы не должны думать о том, как сшить нужные вам спутниковые снимки, как их трансформировать, как их скорректировать. Все это уже сделали за вас, пожалуйста, вы можете пользоваться, например, для отслеживания каких-то изменений на вашу территорию без каких-либо проблем. Данные, которые доступны пользователям, они постоянно улучшаются, постоянно дополняются, с каждым новым релизом добавляются все новые и новые массивы данных, поэтому, пожалуйста, с удовольствием можете ими пользоваться в своей работе. Это сильно сэкономит вам время и добавит много новой информации к вашим данным. Что касается функциональности инструментов, которые предоставляет Argus Online. Ну, в целом, самая базовая функциональность настольного приложения постепенно переносится в веб, постепенно переносится в Argus Online. Ну, во-первых, самое простое, с чего мы начинаем? Для того, чтобы создать карту. Собственно, инструменты картографирования и инструменты визуализации. То есть, инструменты добавления информации на карту, инструменты настройки условных обозначений, прозрачности, диапазона масштабов, большие коллекции стилей и символов готовых, вам не нужно ничего придумывать заново, уже доступны в браузере. То есть, открываете браузер и начинаете создавать свою карту. Для того, чтобы изменять массивы информации, есть инструменты создания и редактирования данных. Пожалуйста, если вы будете добавлять какие-то новые объекты или редактировать уже существующие, самые базовые инструменты для этого уже имеются. В-третьих, есть набор сервисов геометрии, для того, чтобы вы всегда могли посчитать длину или площадь интересующих вас объектов, узнать точные координаты того или иного элемента, построить буфер. Опять же, все эти сервисы уже зашиты в функциональности Argus Online. Сервисы геокодирования и сетевого анализа, о которых мы говорили, доступны в виде отдельных инструментов. Ну и сейчас самый перспективный, самый развивающийся блок – это блок пространственного анализа, в который постоянно добавляются все новые и новые инструменты, например, для анализа наложения, для статистического анализа, для управления данными и так далее. Если вы зайдете в Argus Online, вы просто увидите, какие инструменты уже добавлены, можно работать с ними, какие-то инструменты будут добавлены в следующем релизе. Но сейчас это самый перспективный блок, который, я уверена, дальше будет только пополняться, расширяться. Включать все новые и новые инструменты для анализа в веб-браузере. Что касается настроек доступа к информации. Argus Online позволяет вам это делать, даже если вы не являетесь системным администратором и плохо понимаете в настройках доступа к информации. В Argus Online это организовано с помощью так называемых ролей. Есть три роли по умолчанию – пользователь, издатель и администратор. Соответственно, пользователь может только просматривать добавленную информацию. Издатель может создавать эту информацию, добавлять новые данные. Но администратор обладает абсолютно полными настройками. Он, собственно, добавляет новых пользователей в систему, следит за ресурсами, при необходимости как-то их модерирует и так далее. Для настройки доступа к данным, например, по отдельным проектам используются группы. Допустим, если мы говорим о подписке Argus Online для муниципалитета, там могут быть группы для работы с данными по дорожной сети, группы для работы с коммуникациями, группы для работы с какой-то социально-экономической сферой, со здравоохранением и так далее. Соответственно, пользователи из этих групп могут совершенно не пересекаться, не видеть данные, которые находятся в тех группах, к которым они не относятся, а руководители могут входить во все эти группы и видеть всю ту информацию, которая доступна им для решения различных задач. Если говорить о приложениях. Во-первых, в Argus Online уже встроены готовые шаблоны веб-приложений, которые позволяют вам на основе вашей веб-карты сделать какое-то готовое решение с настроенной функциональностью и дальше предоставлять к ней доступ к различным вашим пользователям и клиентам. Чем они так хороши? Не нужно быть веб-разработчиком, чтобы создать собственное картографическое приложение. Вы просто создаете веб-карту, выбираете готовый шаблон, очень легкая настройка, не нужно никакого программирования, не нужно собственного веб-сервера для того, чтобы разместить это приложение. Все они размещаются в облаке Argus Online, и вы можете получить к ним доступ через ваши ресурсы, ваши подписки. Но, опять же, если вам необходимо разместить это веб-приложение на своем веб-сервере, никаких проблем. Вы просто скачиваете шаблон к себе на веб-сервер, добавляете туда ссылки на источники данных и размещаете его у себя. Опять же, не нужно при этом быть семипядива лбу и заниматься какой-то сложной настройкой и сложной разработкой. Функциональность готовых шаблонов совершенно различна. Это могут быть так называемые шаблоны, ну, просто вьюеры, когда вы показываете то, что в данный момент доступно в ваших данных. Либо же это может быть какая-то более сложная функциональность, например, редактирование данных, или шаблоны, которые называются MapTour, StoryMaps, которые позволяют, ну, скажем так, рассказать историю по карте с помощью имеющихся у вас данных. Также пользователям подписки Argus Online доступны готовые приложения для, например, сбора данных и мониторинга. Это приложение Collector for Argus для основных мобильных систем Android и iOS и настольное приложение Operations Dashboard. Вы при наличии подписки Argus Online можете скачать, остановить эти приложения у себя, собирать данные в поле и тут же отслеживать, что происходит в настольном приложении. Допустим, ваши полевые сотрудники могут выполнять сбор какой-то информации. В это время в офисе будет сидеть диспетчер, который будет в режиме реального времени отслеживать, что сейчас происходит, связываться с сотрудниками, следить за ходом выполнения работы и так далее. Также, помимо готовых приложений, в приложении есть так называемые надстройки к различным системам. Небольшая предыстория, что это за надстройки, почему они появились. Как я уже сказала в самом начале, последняя тенденция – это по возможности расширить круг пользователей с картами. То есть карта – это не только инструмент ГИС-специалиста, это инструмент абсолютно любого человека, который работает с информацией, имеющей пространственную привязку. Поэтому сейчас тенденция, скажем так, слегка сменила свой вектор. Если раньше у вас были какие-то данные, и мы эти данные загружали в геоинформационную систему. То есть, допустим, если у вас была экселевская табличка, это была ваша главная боль, как эту экселевскую табличку отобразить в виде точек на карте. Теперь вектор обратный. Мы не данные добавляем в ГИС, а добавляем ГИС-инструментарий в ваши имеющиеся данные. То есть сейчас есть готовые инструменты, которые позволяют вам на основе вашей экселевской таблички непосредственно в Microsoft Excel построить карту. То есть вам не нужно думать, опять же, о совместимости формата. За эту функциональность отвечает целая группа приложений, которая называется Location Analytics. Она позволяет, собственно, встраивать ГИС-функциональность в готовые приложения, которые используются в вашем рабочем процессе. Но наиболее популярно, конечно же, это приложение Microsoft Office, демонстрацию которых вы видите сейчас. Но также есть совершенно различные надстройки, например, IBM Cognos, SAP, CRM, SharePoint. В принципе, все это можно проделать абсолютно так же и в других бизнес-системах. Это не нарушает ход вашего бизнес-процесса, но тем не менее добавляет новую функциональность, новый инструментарий вашим специалистам и позволяет делать интересные выводы на основе ваших данных, которые доступны только с использованием этих картографических инструментов. Ну, давайте, собственно, посмотрим, как работает Argus Online и чем же он так хорош. Как я уже говорила, для работы Argus Online не нужно устанавливать какое-то специальное программное обеспечение на ваш компьютер. Все уже есть, если у вас есть интернет и есть веб-браузер. Абсолютно любое устройство позволяет получить доступ к вашим картам. Давайте попробуем создать карту на основе различных источников информации с помощью Argus Online. Ну, во-первых, вы сейчас видите интерфейс приложения Argus.com с той функциональностью, которая доступна абсолютно всем. Это моя карта. Я хочу сейчас создать из нее карту эстафеты перемещения Олимпийского огня по территории России. Ну, во-первых, давайте посмотрим, какие же наборы данных уже разработчик предлагает своим пользователям. Большинство из этих карт созданы Эзри и доступны абсолютно всем. Ну, например, это карта уличной сети, топографическая карта. К сожалению, пока надписи не локализованы, надписи на этой карте только на английском языке, но мы движемся в сторону того, чтобы эту ситуацию как-то изменить. Если говорить о данных, которые имеют локализацию на русский язык, это сервис OpenStreetMap, который также может быть использован. И есть целые наборы данных, которые никаких подписей не содержат, но их можно использовать в вашей работе. Например, давайте в качестве базовой карты будем использовать физическую карту мира. Также в качестве базовой карты вы можете абсолютно любые наборы данных использовать, которые у вас имеются или которые вы нашли где-то на просторах сети. Мы добавили в качестве подложки физическую карту мира, никаких подписей нет, но все-таки хотелось бы, чтобы было проще ориентироваться, какой-то текст на карту добавить. Например, на геопортале Российской Федерации мы можем найти сервис аннотации к базовой карте. И этот сервис мы можем добавить на свою карту. Имейте в виду, на своей карте вы можете использовать различную информацию, не обязательно вам самим все создавать. Можно воспользоваться тем, что позволяет делать другие организации. Давайте добавим слой из интернета. Введем скопированную ссылку и добавим слой на карту. Должно пройти несколько минут. Давайте попробуем еще раз. Возможно, есть какие-то проблемы у сервера Росреестр, где размещен этот слой с аннотациями. Сейчас вы видите аннотации на карту, наш текст на карту добавился. Помимо надписей, я хочу добавить информацию о городах, которые посетит Олимпийский огонь, которые загрузила в свою подписку Оргис Онлайн ранее. По ключевым словам мы можем выполнить поиск внутри моей организации, или по всему облаку Оргис Онлайн, или по ГИС-серверу, который мы укажем. В данном случае я нахожу нужные мне элементы. В данном случае это будут города и эстафеты. И, собственно, маршрут, как будет проходить Олимпийский огонь по территории России. Моя карта, в принципе, готова. Я могу настроить внешний вид карты в дальнейшем, если мне это понадобится. Но сейчас мы эту карту сохраним. Добавим теги. Чтобы ее легко можно было найти. И сохраняем эту карту. Давайте подождем несколько секунд, чтобы карта сохранилась. После чего мы можем настроить доступ к этой карте. То есть мы можем определить, кто сможет просмотреть эту карту на своем компьютере. Есть три варианта доступа. Во-первых, эта карта будет доступна только вам. Вы можете сделать ее доступной для всех участников вашей организации или же сделать ее вообще общедоступной. То есть абсолютно все, у кого есть ссылка или кто ввел слова для поиска в Argus.com, смогут эту карту посмотреть. Давайте мы выберем сделать эту карту общедоступной. И вы видите, стали активными две опции. Вы можете встроить веб-сайт или создать веб-приложение. Выбрав опцию создать веб-приложение, вы как раз-таки переходите к галереи готовых шаблонов. То есть это те веб-приложения, которые вы можете создать на основе вашей карты. Шаблонов на самом деле достаточно много. У каждого из них есть своя функциональность. Очень рекомендую более подробно с ней ознакомиться. И, наверное, одним из самых симпатичных является шаблон MapTour. Достаточно нажать кнопку «Опубликовать», чтобы этот шаблон сгенерился и начал работать. Давайте сейчас просто посмотрим на результат этой работы, как будет выглядеть моя карта, если я, скажем так, загоню ее в шаблон MapTour. Вы видите, я не разработчик, но тем не менее у меня появилось совершенно замечательное веб-приложение, в котором есть все мои точки с городами, которые посетят эстафеты Олимпийского огня с фотографиями и перемещаясь по картинкам или по объектам на карте или перемещаясь стрелками, я могу получать информацию об объектах. Вполне симпатично. Таким образом, например, вы можете отчитываться о каких-то мероприятиях, проведенных в вашей организации или об объектах, которые находятся на ее территории. Вот в виде такого симпатичного веб-приложения, при этом совершенно никаких усилий по разработке применять не нужно. Следующая опция, которую мне хотелось бы вам показать, это опция геокодирования. У меня есть таблица с данными на территорию Академгородка Новосибирска о гостиницах, о кафе и о строениях, где будут проводиться какие-то мероприятия. В виде таблицы эта информация не очень удобна, потому что если я не проживаю в Новосибирске, мне совершенно невозможно определить, какая гостиница рядом с каким кафе расположена, насколько далеко мне предстоит добираться до, например, Дома ученых Соран, где может проходить пленарное заседание, какого-то мероприятия, и так далее. Мне бы хотелось эту информацию предоставить в виде карты. Для того, чтобы это сделать, я опять же открываю Argus Online с новой картой. В данном случае в виде базовой карты будет использоваться карта OpenStreetMap. И эту табличку я прямо в браузер перетаскиваю из папки на компьютере. Программа спрашивает, в каких полях таблицы хранится информация о местоположении объекта. В данном случае у нас хранится информация об адресе, причем обратите внимание, что не всегда по-русски. Эта информация внесена иногда по-английски. Тем не менее транслитерация сработает достаточно хорошо. В поле City хранится информация о городе, адрес об уличном адресе объекта. Выполняем сопоставление и нажимаем добавить слой. После того, как выполнится сопоставление адресов, объекты будут добавлены на карту. В принципе, уже достаточно неплохо, но все равно мне бы хотелось сделать эту карту более говорящей. Давайте для этого настроим условное обозначение. Если вы помните, я говорила, что есть готовые инструменты, которые позволяют выполнять картографирование непосредственно в браузере. Давайте мы зададим уникальные символы по типу объектов. Для гостиниц мы выберем из готового стиля. Сейчас, на секундочку, стиль должен загрузиться. Из готового стиля с населенными местами мы можем выбрать подходящую картинку. Давайте вот эту. Для объектов, где будут проводиться различные мероприятия, давайте выберем другой символ, чтобы на карте они выглядели по-разному. И для кафе и ресторанов что-нибудь, опять же, более говорящее. Давайте кружку с кофе. Ну, согласитесь, уже неплохо. Уже моя карта гораздо более дружелюбная и позволяет выбрать нужное мне кафе, если, например, я живу в этой гостинице, и посмотреть, что за информация в ней содержится. Эта карта интерактивная. И ее большой плюс в том, что помимо того, что мы видим какую-то информацию на карте, еще больше информации мы можем получить, если нажмем на всплывающее окно к объекту. Это всплывающее окно содержит всю информацию, которая была в атрибутивной табличке к этому объекту. Но в данном случае оно, опять же, немножко сложное, потому что пользователю достаточно тяжело будет понять, что это за слова на английском, что это за идентификатор, что за кафе и ресторан и так далее. Давайте мы и всплывающее окошко настроим, чтобы оно выглядело ближе к пользователю. С помощью настройки всплывающего окна мы сделаем следующее. Во-первых, мы уберем те атрибуты, которые нам не нужны. Давайте оставим только адрес объекта и введем к нему русский псевдоним. Название объекта у нас останется в заголовке всплывающего окна. Телефон. Веб-сайт, если он у организации имеется. И нажмем ОК. Давайте сохраним всплывающее окно и посмотрим, что получилось. Ну, согласитесь, уже гораздо лучше. Но еще у меня есть в моей табличке ссылки на фотографии некоторых объектов. Мне бы сразу же, нажимая на объект на карте, хотелось бы посмотреть фотографии, которая с ним связана. Для этого давайте продолжим настройку всплывающего окна. Мы можем во всплывающее окно добавить различные мультибензийные объекты, например, изображение. Давайте теперь посмотрим, как преобразилось мое всплывающее окно. Ну, видите, теперь, нажимая на объект на карте, я могу еще и внешне представлять себе, как он выглядит. Но это еще не все. Давайте мы сохраним мою карту. Мы уже знаем, что для того, чтобы сохранить объект, нужно добавить название и ключевые слова поиска. В принципе, очень рекомендуется добавлять еще итоговую информацию, чтобы другие пользователи понимали, что в этом слое хранится. Настроим к ней общий доступ. И сейчас я хочу эту карту встроить в свой веб-сайт, в веб-сайт моей конференции, чтобы гости моей конференции могли без проблем понять, где находятся объекты конференции, где находятся гостиницы, чтобы они могли в них поселиться и так далее. Опять же, предоставляя общий доступ, у меня сразу генерируется короткая ссылка к моему элементу. Я могу с помощью социальных сетей поделиться этой информацией или же встроить эти данные в свой веб-сайт. Вы видите, что я могу выбрать некоторые настройки, как эта интерактивная карта будет выглядеть в моем сайте. Например, я могу выбрать размер или сделать какую-то настраиваемую картинку, включить некоторые функции. Например, я хочу показывать масштабную линейку, показать легенду, разрешить поиск по адресу для пользователей моей карты. После чего я копирую этот сгенеренный код. Давайте посмотрим на сайт моей конференции. Видите, пока здесь никаких карт нет. Заходим на HTML-страничку. Я не являюсь программистом-разработчиком языка HTML, но я примерно знаю, где в коде моего сайта должна быть вставлена информация о карте. Вставляю туда скопированный сгенерированный код, сохраняю, и давайте теперь посмотрим, как изменится мой сайт после того, как я вставила в него интерактивную карту. Но вы видите, с учетом заданных настроек, на моем сайте появилась интерактивная карта со всеми настройками, которые мы с вами применили ранее. Мы это сделали с вами буквально за 3 минуты, только что на ваших глазах на основе всего лишь таблички с адресами объектов. В целом достаточно эффективно и достаточно просто. Еще одна опция, для которой вы можете использовать Argus Online, это опция сбора данных в режиме реального времени. Например, с помощью мобильного телефона, который я сейчас возьму, я могу добавить на карту новую информацию. Я эту ту же самую карту открываю на своем устройстве, где есть доступ в интернет, добавляю туда новую точку, говорю, что это конференция, сейчас, одну секундочку, говорю, что это конференция, добавляю туда фотографию, которую я сделаю прямо сейчас, прямо здесь, могу скорректировать местоположение, если это необходимо, и отправить эту информацию в облако. Конечно же, все зависит от скорости интернета, но, в принципе, видите, эта информация мгновенно появляется у меня. Я могу сидеть абсолютно где угодно в другом месте, вместе с приложенной фотографией, которую я, опять же, сразу же могу посмотреть у себя на компьютере. Как я уже говорила, еще одним замечательным свойством является использование различных надстроек, которые позволяют работать с картами в других приложениях. Например, в Microsoft Office есть надстройка Ezri Maps, она устанавливается и становится доступной в стандартном окошке Microsoft Excel. Вы видите, что прямо здесь у меня теперь появилась возможность создания карты. Мы добавляем данные Excel, выбираем, из какой таблицы или с какого диапазона ячеек нужно взять данные, способ привязки, в данном случае у меня лесничество в Башкирии. Выбираю, по какому полю будут связаны данные и добавляю эти данные на карту. Я могу не быть гис-специалистом, но тем не менее у меня в Excel создается карта с имеющимися у меня данными. В данном случае это лесничество. И я хотела бы проанализировать эффективность работы этих лесничеств. Обратите внимание, что у меня есть два поля. Доход, который принесло лесничество в течение года, и субвенции, то есть те деньги, которые были в это лесничество инвестированы государством. Соответственно, на основании этих двух полей я могу просчитать показатель эффективности. Насколько это лесничество работало эффективно в течение года, являлось ли оно доходным или убыточным. И давайте посмотрим на нашей карте. возможно, мы можем выделить какие-то закономерности в расположении эффективных и не самых эффективных лесничеств. Мы можем раскрасить наши элементы по одному из атрибутивных полей. Выберем способ классификации, выберем готовую цветовую шкалу и посмотрим, что у меня получилось. Вы видите, что мы сразу видим какие-то региональные различия, кластеры в эффективных и неэффективных лесничествах. Я могу обратить на это внимание. Возможно, какие-то природные катаклизмы не позволяют этим лесничествам работать более эффективно. Более того, аналогичную интерактивную карту я могу вставить в свою презентацию в PowerPoint, чтобы затем презентовать ее, например, своему руководству. Давайте мы откроем презентацию. Обратите внимание на вкладку. Все эти надстройки будут работать только если у вас есть аккаунт в подписке Argus Online. И сейчас мы в эту презентацию добавим интерактивный слайд с картой. Выполняем поиск опубликованной информации на Argus Online. Я заранее уже опубликовала ее, чтобы сейчас не тратить наше время. Вы видите, что такая же карта сейчас появится у меня в этом окне. Создаем слайд. И теперь обратите внимание, как этот слайд будет отличаться от всех тех слайдов, к которым мы с вами уже привыкли. Это необычный скриншот карты. Это действительно полностью интерактивная карта. Если мы нажмем на значок Play, мы перейдем в наше облако, где мы можем перемещаться по карте, открывать всплывающие окна и получать всю информацию об объекте. Тех программ, в которых вы привыкли работать, не отвлекаясь от привычного рабочего процесса. Ну и последнее, чем так хорош Argus Online, это инструменты анализа. В данном случае мне бы хотелось показать вам некоторые инструменты, которые позволяют мне проанализировать работу коммунальных служб, которые ремонтируют дефекты дорожного покрытия. В данном случае у меня есть контуры районов Москвы и есть точки, где граждане сообщали о встречных дефектах дорожного покрытия. С помощью готовых инструментов, которые находятся в группе «Выполнить анализ», во-первых, я могу посмотреть, как распределено количество встречных дефектов дорожного покрытия по отдельным районам. Например, я могу агрегировать точки по полигонам. И давайте посмотрим сразу на результат этого анализа. Мы сразу видим, где дорожное покрытие худшего качества, нежели в остальных районах. И затем я могу выделить так называемую «горячую область», то есть выделить те группы районов, где действительно сложилась острая ситуация, куда следует больше служб бросить на реагирование на ситуацию. Есть целая группа инструментов анализа закономерностей. Пока это инструмент «горячие точки». В ближайшем будущем появится инструмент нахождения корреляционных связей. Если мы запустим инструмент поиска «горячих областей», мы с вами увидим, что на самом деле центр Москвы это такая «горячая область», где наибольшее число дефектов дорожного покрытия встречено. То есть сейчас только в браузере, не прибегая к каким-то сложным инструментам картографического анализа, я тем не менее сразу смогла выявить те участки, на которые следует определить особое внимание. Ну и еще пара слов об Аргиз, наверное, самое животрепещение, каким образом происходит лицензирование и как получить этот программный продукт. Аргиз онлайн предоставляется как ежегодная подписка, то есть каждый год нужно платить за ее продление. Цена на подписку зависит от количества используемых ресурсов, сколько пользователей, сколько места на диске в облаке вы будете заполнять своими ресурсами, сколько мощностей сервера облака вы будете затрачивать используя различные ГИС-операции, такие как например сетевой анализ, геокодирование, пространственный анализ, использование статистических данных, ну и так далее. В целом, если вы израсходовали все кредиты, это не значит, что Аргиз онлайн больше работать не будет. Вы всегда можете доплатить по мере расходования кредитов и приобрести себе еще немножко кредитов дополнительно. Ну и цена стартует от 9000 рублей в месяц. В принципе, вполне подъемная цена для такого полнофункционального генформационного продукта. Еще один небольшой анонс это Аргиз Marketplace. Это единая электронная площадка для поиска и покупки либо продажи данных, сервисов и приложений от авторизованных поставщиков Эзри через Аргиз онлайн. Ну Marketplace на самом деле был запущен меньше месяца назад, но тем не менее уже большое количество достаточно мощных продавцов пространственной информации или продавцов решений выставили там свои материалы. Все эти ресурсы вы можете просмотреть и если у вас есть подписка Аргиз онлайн, приобрести для себя по соответствующей цене, которую выставил поставщик. Но вы видите, что здесь достаточно мощные организации представлены, такие как, например, Digital Globe или RapidEye. Их данные вы можете приобрести с помощью Аргиз Marketplace. Еще один вопрос, который часто задают пользователи, что делать, если по каким-то причинам нет возможности работать с облачными системами, то есть публиковать свои ресурсы в какое-то внешнее облако. Для таких пользователей решение тоже есть. Это решение называется Портал forArgiz, который позволяет развернуть платформу Аргиз онлайн со всеми ее функциями внутри вашей организации. Но здесь уже естественно об аппаратном обеспечении о серверах вам придется позаботиться самостоятельно, потому что это облако будете поддерживать вы сами. В целом по функциональности портал практически полностью совпадает с функциональностью Аргиз онлайн. Это собственно все, что хотелось рассказать по Аргиз онлайн. Спасибо за внимание. Спасибо.